Тысячи мыслей. Эфир тогда не будет пустым и скучным. Да, в общем, сегодня начинаем. Итак, друзья, сегодня 22 ноября 2020 года, и вот мы решили с Виталием Лесиным пообщаться на тему, такую, может, не очень распространенную, стоит ли обывателям соблюдать закон, когда соблюдение закона – это реально доблесть, и когда доблесть – его нарушение, или когда разумно это, а когда это неразумно. Ну вот, собственно говоря, об этом и будем говорить. Привет всем, кто нас слышит. Особый привет тем, кто обладает зрением кошки и видит меня. Просто я общаюсь через ноутбук сейчас, а вот в ноутбуке вот такая камера, ничего не могу поделать. Просто Виталий сейчас в Беларуси, а там темные времена во всех смыслах этого слова. Хорошо, что пока Лука интернет не отключил вообще, а он может. Сегодня как раз больной день для Луки. Сегодня же воскресенье. Марш против фашистов был у вас, да ведь? Ну да. А он по воскресенье может вырубать весь интернет во всей Беларуси. Уже так было два раза. И вот именно это он как бы по закону право имеет и так далее. По его собственному закону. А те, которые в Минске, машины не бьют, урны не переворачивают. И тем не менее вот они незаконные. А он, как говорит про себя, я законно выбранный президент, но вообще-то он никаким образом не выбранный президент. И вот он раздает всякие приказы, имеет свое мнение, выступает перед рабочими и отключает интернет. Вот он вообще никто звать его никак, и все он делает на самом деле незакон. Вот. Поэтому, когда мы думаем о законе, мы должны прислушаться к себе. Да, вот нет, и тут как раз самое главное. Закон, он для кого? Вот. Я слышал такое, что выражение, то ли его сказал то ли Маркс, то ли Энгельс, то ли кто-то им предписал это, что вне закона находятся всегда два класса. Это уголовный и правящий. И что во время революции они меняются местами. Вот. Ну, это похоже на анекдот про психушку, да? Ну, нет, ну, есть. Кто первый надел халат, тот и доктор. Тот и врач, да. Вот в школе нас... Вот сейчас я уже старый дед, вот, мне 53 годика, и я сейчас начинаю рефлекторно, рефлексировать о своей прошлой жизни. Я вот помню, что в школе нам, так сказать, внушали, индуктренировали вот эту вот мысль, что быть законопослушным человеком – это хорошо. А сейчас я начинаю в этом сомневаться. Ну, вот смотри, это вот мы с тобой оба учились в советской школе, ты более ранней. И там ведь, смотри, все герои, которые были... Я Брежнев захватил. Ну, я при Брежневе родился. Вот. Я когда в первом классе был, умер Черненко. Вот. Ну, то есть как бы... А я, значит, был уже в десятом, наверное. Ну, у нас десять лет разницы. Вот. Это значит, по тем временам, на самом деле, немного оба как бы брежневской поры. Тогда был свой застой, сейчас новый застой в России. То есть те, кто... Да, раньше думали, что на 47-м съезде КПСС выступит с докладом Брежнева, а сейчас очень много людей, которые при Путине родились, они вообще не знают, что может быть другой президент. Ну, да, что это... Синонимы Путина президента. Вот. Ну, вернемся к нашей теме. Да, вот. К законам как раз. Заметь, что в школе нас воспитывали... Вот герои были, ну, тот же Александр Ульянов в молодости, да? То есть... И прочее. То есть это те люди, которые, живя в свое время, законы не соблюдали. То есть или даже белеет парус одинокий, где там Катаева, где они носились, патроны таскали для всяких... всяких и прочее. То есть кто там был особо законопослушный, даже вот в советских героях или пионеры-герои, ну, там только, может быть, Павлик Морозов был законопослушный. Остальные же все боролись против оккупантов, то есть нарушали закон, установленный ныне власти. Вот. И поразительно, что на самом деле никто это... Очень немногие из детей это экстраполировали на то, что бороться с властью. Я слышал, что когда кто-то из иностранных литераторов прибыл в Советский Союз и увидел музей революции, он сказал, как власть эта ваша допускает, ведь это же прямые указания, как свергать власть, как надо это все делать и тому подобное. Ну, как бы времена меняются, а вот ты жил в Совке гораздо дольше, и по мне там вообще нельзя было жить, не нарушая закон. То есть так или иначе все его нарушали. Как сказано, например, у меня много в семье железнодорожников потомственных еще с царских времен. И, ну, если по инструкции той дороги быть не должно. То есть, вот, почему вы нарушаете инструкцию там-то и там-то, да, ставите не так и не так, ну, что, говорит, а если по инструкции, то и дороги не будет. И, в общем-то, ну, как бы, ясно, что все инструкции вроде бы пишутся кровью, но при этом в них встречаются глупые пункты, взаимопротиворечия и тому подобное. То есть, вот. Но, о чем я хочу сказать главным, что все законы, то есть, абсолютно их большинство, 99%, они направлены все-таки не на защиту общества и человека, как его части, они все, как бы, в интересах государства. И что можно, например, считать? Ты имеешь в виду, здесь немножко надо уточнить термины, под словом государства ты имеешь в виду администрацию? Да, конечно. Ну, страна, государство, это разные вещи. Ну, то есть, теми-то весь аппарат. Мне кажется, вообще было бы лучше, если бы мы, я имею в виду не нас с тобой, я имею в виду, вообще люди перестали бы употреблять магическое, сакральное слово государства, когда перед глазами встает Иван Третий, государь всей Руси и прочее с его посохом, а стали бы употреблять такое эмоционально-нейтральное слово администрация. Это бы лучше было, определяло бы, что это, в общем-то, маленький круг людей, которые непонятно, с какого бы дуна нами управляют. Ну, в России, нынешней, и в Белоруссии, и, наверное, в большинстве стран государства это огромная структура. То есть, вот, начиная от классного руководителя в школе, государственной, и кончая, да, с председателем совета министров, сенаторами, президентами. Ага, вот так, понятно. Теперь я тебя понимаю. Да, и это, вот, вот, ты подразумеваешь под словом государства. Ну, да, я имею в виду всех госслужащих в целом. То есть, даже, там, заведующий отделение государственной больницы, он часть государства, у него есть общие интересы, и, в принципе, он во многом враг обывателей. То есть, так, а не проходит ли здесь граница, несмотря на то, что он, какой-то классовый конфликт, мечается по Марксу, только у него раньше были буржуи и рабочие, а теперь классовый конфликт. Это два класса государства Я не сторонник классовой теории, на самом деле. Я, скорее, сторонник группы интересов, да, и, тем не менее, оно же есть. То есть, есть, например, какая-нибудь преступная группировка на районе, есть коммерсанты, есть работяги, и интересы их в чем-то совпадают, чем-то противоречат друг другу, а в чем-то они конфликтуют чрезвычайно. То есть, вот, и поэтому я сторонник теории спонтанного порядка, то есть, чтобы люди меж собой договаривались. Но вот, вернувшись к теме того, что законы насаждаются государством и действуют исключительно в его интересах, вот, например, что можно абсолютно точно отнести к преступлениям? Это вот кражу, завладение чужим имуществом и убийство. Ну, то есть, там, то есть, у преступления, по мне, должна быть жертва. Ну, изнасилование еще, да, это то, что, но в большинстве статей Уголовного кодекса, даже российского, взять, там нету фактических потерпевших. То есть, вот, все выдвигается на интересы общества, например, контрабанда. Кто стал потерпевшим от контрабанды? Потерпевших нет. Я не могу представить, кто потерпевший от контрабанды. Ну, я тебе скажу. Есть только благополучатели, это покупатели, которым товар бы остался подешевле. А вот, на самом деле, нет. Это же, как бы, группа интересов есть, занимающаяся вполне коммерцией, которая имеет связи с госаппаратом. То есть, госаппарат от этого теряет деньги, от контрабанды. То есть, они заинтересованы в том... Я нашел потерпевших. Это вот есть такая песня знаменитая Слепопова. Некачественные внутренние производители. Купи давно у него есть замечательная... да, вот именно. Производители этого давна, они потерпевшие от контрабанды. Именно. Вот, ну, и много о чем так можно на самом деле сказать. То есть, вот, и, например, даже такая сфера, как торговля наркотиками, я не сторонник наркоты ни в коей мере, ну, то есть, кроме ее... Мы должны... Давай я тоже на всякий случай скажу для товарища майора, потому что у меня тут товарищ майор, свой белорусский же, наверное, есть. Я тоже категорически осуждаю. Вот, все, можем продолжать дальше. Ну, да, то есть, я просто вижу в борьбе, например, с наркотой гораздо больше минусов, чем плюсов. Это надо держать штат, который будет... Даже если мы возьмем, что нет коррупции, допустим. Допустим, ее нет, хотя на самом деле это самая большая беда в борьбе с наркотиками. А если даже мы ее исключим абсолютно, то это создает следующие проблемы, что даже если штат абсолютно честных людей, его надо кормить, сдержать и так далее. Штат тех людей, кто будет обслуживать сидящих в тюрьме. Это тоже деньги. Далее, всякие контролирующие органы и побочные жертвы в плане того, что есть умирающий человек, которому наркотики нужны, но его всячески поддерживают. Есть ветеринария, в которой посадили очень много людей по всему миру, не только в России, где нужно, чтобы стерилизовать какую-нибудь собаку, нужен кетамин. Ну, суку, я имею в виду, санцата, кобеля гораздо проще. Кетамин – это опиат? Это наркотик. Это наркотик сильный. Ну, это опиат? Нет, это синтетический. Ну, он не опиат. Есть синтетический опиат. Это близко к фентамилу? Не уверен. Он сильный обезболивающий кетамину. что-то... Ну, у меня про это как раз серия есть на моем канале. Называется «Безболивающие средства». Вот. Поэтому я и хочу классифицировать кетамин. Хорошо, я потом посмотрю. Вот. Ну, в общем, ветеринария от этого страдает очень сильно, например. были люди, которые, например, вот это... Ну, это еще, конечно, показатель, что в борьбу с этим идут совсем не идеальные люди. То есть, вызывают человека на дом, чтобы он стерилизовал кошку. Он привозит с собой кетамин, и когда он делает это все, из соседней комнаты выходят оперативники, его берут с поличным, и он получает семь лет за то, А за что? он же не в человека вкалывает. А в данном случае это идет статья сбыт, потому что... А сбыт кому? Потому что... Кому? Владельцу кошки, не важно, как он его использовал. Это идет статья сбыт. Владелец кошки, как он из своей кошки потом этот кетамин извлечет? Это не важно, это не описано. Я прочитал все это дело полностью, я помогал, я пытался помочь этому человеку. Сбыт кому? Владельцу кошки? Быт владельцу... Нет, владельцу кошки деньги он получил от владельца. Нет, ну дело в том, да, он получил деньги от владельца. Но воткнуть кетамин в кошку это то же самое, что вот этот шприц выделить в окно. Я тебе просто скажу, смотри, если ты продаешь наркотик, то это не важно по уголовному кодексу, как его использует покупатель. Выбросит ли он в унитаз, вколет ли в кошку, это просто факт самой продажи. Вот, возвращаемся к предыдущему вопросу, а пострадавшая сторона здесь где? Здесь нет пострадавшей стороны, нет, ну, как, здесь есть заинтересованная сторона, которой нужно срубить палку, посадить человека, и здесь все заинтересованы, то есть эти получают дело, суды получают дело по-быстрому, с хорошим доказательством, которое можно быстро осудить, и система ВСИН уголовного наказания, да, исполнения наказания, получает единицу, на которую тоже из бюджета будут выделяться деньги, еще для всякого теневого производства, там, которое существует от кустарки до каких-нибудь швейных мастерских, получает рабочие руки, то есть, в принципе, вот все это государство, оно заинтересовано в том, чтобы этот закон существовал, чтобы людей сажали, чтобы они там были, и вся эта вещь действовала именно так, то есть, в принципе... Прошу прощения, мне сейчас нужно на секунду отлучиться, прикрыть заслонку печки, чтобы она все в космосе не улетела. Окей, если что, я вырежу потом, ну и даже не, суть как важна, я чаю попью с медом. Да, да, да. А я пока пью чай с медом. Спасибо. на какой мы минуте. Вот, я думаю, пока ты отходил, вот скажи ты, какие законы считаешь, ну то есть, именно уголовно наказуемые вещи, какие ты считаешь самыми глупыми и вредными для обывателей, для общества? Ну, я постепенно буду выгружать, так сказать, в ходе нашего диалога эти законы. Ну, ясно. Вот, смотри. Борьба с наркотрафиком и борьба с наркоматом, пониманий. Вот, прям. Ну вот. Давай, давай разложим, так сказать, по цепочке. Согласен ли ты, согласны ли наши зрители, что человек имеет право вот ложкой, вилкой, с тарелки есть все, что он захочет? Ну, в общем-то, пока это не является другим человеком, вполне. Нет, ну пока нет. Вот именно. Пока нет потерпевшейся. Пока это его личное, да, пока это не украдено и не вырезано из кого-то, Да, да, да. Вот. То есть, было бы странно, если бы вот мы сидели в ресторане, да, мы уже заказали блюдо, начали его есть, и вдруг появляется официант и говорит, вот это не ешьте, а ешьте это. Если вы будете есть вот то, что вы ели раньше, мы вас вообще посадим, оштрафуем. Ну, на самом деле, ведь к этому идет. Вот я не удивлюсь, если когда-то... Вот, вот, да, да. Законы, законы, очень странные законы, они нарастают. То есть, смотри, ведь это как бы борьба с наркотой, она позиционирует себя как заботу о здоровье. А заботу о здоровье можно вообще действительно взять и обязать людей есть нормировано, да, и есть определенное. То есть, ты покупать можешь столько там, столько-то овсянки, столько-то животных белков и никакого тебе боя-беса или копченой колбасы, она же приводит к раку. Как это так? Вы будете гробить свое здоровье, а ваше здоровье, оно, типа, вам не принадлежит. Вот. Ну да, а майонез источник это раздеротический. Ну да, но ведь, видишь, уже контрабанды в России везут финский сыр, так, как раньше провозили наркоту, там, пряча в скатах колес и тому подобное. Это же, оно уже есть, понимаешь. По мне, если волю дать государству, то оно дойдет до беспредельного идиотизма. То есть, вот, тем более, мы совковое время застали, мы знаем, что это совершенно нормально говорить одно, думать другое, делать третье. То же самое вот относится и к наркотикам, потому что, если человек имеет право, имеет свободу есть, кушать то, что он хочет, он на кое же должен иметь свободу и вкалывать себе все, что хочет. Ну да, именно, ну, то есть, да, я считаю это именно так. Но мне кто-то говорит, например, такую вещь, а ты знаешь, а ведь наркоман может из-за наркотиков пойти и убить человека, потому что у него нет денег по наркотикам. Я говорю, вы знаете, есть другая статья. Он тогда будет виноват, что он убил. Ну, смотри, довод простой, на самом деле, человек может загореться чем угодно. Его может на убийство подвигнуть любовь или желание купить новую машину. Это вполне тоже есть. То есть, никто не ведет градаций что, как и почему. То есть, почему люди убивают, что чаще становятся причиной. Я знаю, что чаще убивают знакомые знакомых. Вот просто есть такая статистика. даже наоборот. Человек захотел убить другого человека, но вместо этого вканул себе морфина, улетел в рай и передумал. Вполне возможно. То есть, никто, то есть, всегда вот это вот выдвигается, что вот. Но самое про водку. Говорят, вот потребление водки приводит к бытовым убийствам, но мы не знаем, от скольких убийств водка, наоборот, спасла. Ну, в общем-то, Расслабился, наплевал на окружающих, они стали его меньше доставать, он перестал хотеть. Но зато об этом любят говорить про церковь, что, типа, вот вы там, да, пусть они мошенники, пусть они то, но они же, типа, быдло отвращают от преступлений. Типа, мне многие из бандюков как раз говорили, что если бы они не верили в Бога, они бы просто шли и убивали всех. Вот пускай эта церковь живет. Да нет, ну, понимаешь, я атеист абсолютный, но я тоже атеист, нам бы кого-нибудь... Пускай вот я общался со многими солнцевскими в свое время, как бы, и человек ныне уже покойный такой, Авери младший, он как-то и говорил именно, что его отпевали в большом храме переделкинском, но он говорил при жизни так, что вот мы едем сейчас, он, говорит, едет там какой-то джип, если бы я в Бога не верил, я бы сейчас, блин, со стволом его тормознул бы, выдернул, блин, все, и типа, все мое. То есть, но он как бы считал, что определенное ему Бог позволяет, но он был среди них довольно умным человеком, несмотря на все эти религиозные замуты, ему в итоге даже копии изумрудные принадлежали в Колумбии здесь недалеко был, ну, неважно, что уж обсуждать покойного, но вот, да, никто не знает, сколько водка людей спасла. Да, да, еще деприсяк к такой свойственной россиянцам и он еще происходит от погоды. Вот я как-то помню, что в школе я учился, сидел у окна, это было в ноябре, кто-то остроумно придумал называть ноябрь на украинский манер жижень, ну, да, действительно, да, а это жижень. Грязь замерзла. это жижень, да. Ага. И там учительница рассказывала, что вот героические предки русичей, они, значит, двигались с юга на север, замки на восток, вырубали леса, значит, распахивали поля, в общем, героически осваивали. И я так понял, что этого не может быть, потому что добровольно на север и восток никто двигаться с юга-запада не будет. Значит, они героически не двигались, чтобы совершать подвиги. Не, ну, ты забываешь. Они героически, наверное, драпали от кого-то. Нет, ну, и такое было, но и просто обычное перенаселение. то есть тем подсечным хозяйством вести, потом на всех не хватает, кого-то сдвигают, а еще, да, конечно, кто-то не хотел становиться крепостным и просто уходил. То есть вопрос именно желания быть свободным, желания... Я имею в виду территорию Москвы, так здесь на территорию Москвы пришли именно когда славяне, ну, там же вятичи жили, они уже... Мне куда интереснее на территории Москвы ранний неолит, то есть не ранний, поздний неолит. Люди жили довольно долго, то есть женщины доживали до 60 лет, их скелеты нашлись, и они питались весьма разнообразно, то есть у нас там во всех этих мелких канавах, которые там типа Яуза и прочее водились осетры тогда и прочее, и их добывали, то есть а мелкую рыбу только собакам на корм. Вот это вот еще до аграрное общество оно жило довольно хорошо, довольно качественно. И это скорее всего... Все-таки настроение, которое создает погода в районе Москвы, оно хуже, чем настроение, которое создает погода в районе Италии. Ну, возможно, но я думаю, что тут не от погоды столько зависит, сколько зависит от генетики. Вот, то есть у графины они вообще склонны к самоубийствам, то есть Венгрия, которая южнее Польши, она по самоубийствам выше, чем Польша. Ну, то есть и в принципе в Венгрии такая же доля самоубийств, как и в Поволжье или в Финляндии приблизительно такая же, не сильно она отличается, я как-то был этим заинтересован. Ну, и вот что делает дело лично каждого, то есть вот, пока он не напился и не устроил, да, к законам. К законам. Почему они там и так вот? Я считаю, что любые законы, направленные на безопасность человека, они вот как бы противозаконны, они незаконны. Я бы как сформировал, сформулировал, человек имеет право как заботиться о своей безопасности, так и не заботиться о своей безопасности. Игнорировать ее, да. Имеет право заботиться о своей безопасности и не заботиться. То есть все вот эти вот пристегивания в автомобилях, все мотоциклетные все это все хрень собачья. Один спорный момент, то есть, да, вот как бы что у меня погиб приятель, который был пристегнут, но он погиб именно из-за того, что труп, который труп того, кто был не пристегнут, стукнул его неудачно, то есть у него получился перелом в основании черепа, что если бы был пристегнут и тот, то он бы возможно был бы жив. Но это все из области совпадений, это несчастный случай. это, наверное, бы имеет отнести к категории плохо закрепленный груз. Ну да, вот именно, что если бы этот груз закрепился, то, наверное, оба были бы живы. А так вышло, что оба погибли именно из-за того, что... Но тем не менее... Кто был водителем в этой ситуации? Водителем был тот, который как раз не был пристегнут. Он убился и потом отлетел его труп так, что переворачиваясь. В таком случае этот труп задним числом виноват сам. В том, что он может сказать убил, да. Тогда так. Да. Вот. Но в этом случае у меня есть простой довод, что мы всегда выбираем с кем мы пьем и с кем мы садимся в машину. То есть если ты берешь такси, ты можешь потребовать от таксиста, чтобы он пристегнулся. Так же, что можешь всегда сказать либо мы пристегиваемся все, либо так. То есть это всегда же свобода выбора именно, а не то, что кто-то обязан и тому подобное. То есть я здесь вот по Эквадору пристегиваюсь или не пристегиваюсь на месте пассажиров в зависимости от маршрута. То есть вот где у нас идет этот серпантин сверх-сверх, то я пристегиваюсь. потому что если будешь кувыркаться потом в пропасти, то ты затылком не ударишься. Да, вот, ну, просто именно так. Мне спокойнее, но это же опять же мой личный выбор, да, и у меня, например, тут друзья есть те, с кем я не поеду. Просто я не сяду в их машину, даже если они пристегнутся кучу раз. Именно, что это личный выбор каждого. То есть задача государства в этом случае наверное это обязать производителя автомобилей производить их с ремнями. Вот и все. Я думаю, что здесь интерес государства только в том, чтобы плодить надзорные органы. Нет, я имею в виду идеальное, хорошее государство, идеальное, то есть несбыточное, которое нас заботится. которое что? Извини, я что-то не услышал. Заботится. Фантастическое, идеальное государство, которого не может быть. Ну мы же понимаем, государство ни хрена, ну заботится о нас ровно настолько, насколько пастух заботится о скотине, которую намеревается сожрать. Я к этому только отношусь так. То есть если когда мне начинают говорить, что бараны не могут жить там без пастуха, у меня замечательно есть несколько примеров. То есть вот есть недалеко от Англии остров, есть недалеко от Аргентины, где именно пастухи пытались разводить баранов и потом забили на этот бизнес, очтя его неудачно, мы плыли и там образовалась популяция диких баранов, которые живут и процветают. они здоровые, нормальные и никто и никакая эпизодия их даже не скосила. Вот. И когда мне говорят, что общество не может быть без государства, цивилизация не может быть без государства. Бараны не могут быть без пастуха, да? Да, да, вот и как бы ну понимаешь, вот я думаю, что как раз мы люди, которые понимаем многое, нам нужно все-таки людям объяснять, что государство не для того придумало законы, чтобы защитить вас. И даже вот такие как кражи и убийства, например, это надо четко разделять как преступление и как месть. Вот, например, если здесь у нас вот из нашего кантона убрать полицию вовсе, то никто пойдет массово воровать или убивать. Но риски для убийцы или для вора поднимутся в разы. То есть... Понятно. Понятно. То есть он нарвется на ствол в рот. Ну, на ствол, а также на месть. То есть, понимаешь, если сосед не имеет доказательств, что, например, сосед у него украл корову, но он это, как бы, личное у него убеждение про это есть, если он уверен, что это сделал именно он и так далее, то он будет за собой иметь полное моральное право перекончать всю его скотину вообще. То есть, и при этом, как бы, у соседей формируется совсем такое, что он иной раз проследит за соседским добром, чтобы о нем хреново не подумали. То есть, такая система, по мне, она именно больше подходит к людям, то есть, к обывателям, нежели к государству. Государству, конечно, в такой системе у него очень мало места, где оно может быть. То есть, вот в этой ситуации очень сложно ему куда-то вклиниться и что-то получить. То есть, вот как и объясняется с налогами, пошлинами и лицензиями, что это мы тоже о вас заботимся. На самом деле, это просто стрижка иногда избирание шкуры с шевьем, а вот идет такое. И все это подается под соусом заботы. Ну, да. Вот Лукашенко тут говорит, что на ваши налоги я строю вам же дороги, да, ну, и так далее, и так далее, всякие социальные выплаты, льготы. Ну, а вот мы сейчас увидели, на что идут налоги-то. Они будут на зарплату ОМОНовцам. Если вот, допустим, здесь, вот деревня Староволя, откуда я сейчас вещаю, зарплата в колхозе 100 баксов, а 200 баксов считается очень хорошей зарплатой, и тот Староволя нет, она есть кое у кого в райцентре, опять-таки, кое у кого, а в райцентре 19 тысяч человек живет. Вот. Да. 200 долларов это считается. Ну, то есть... Практически нет. Можешь меня спросить, я тебе честно отвечу. А запись пошла, запись пошла, можешь говорить. Про ОМОН, про все. Да, так, тут зум прервался, я хотел сказать, что вот здесь, в Беларуси, Лукашенко объясняет, что налоги идут на строительство дорог, что он вот на эти деньги вам, людям, людишкам построил дороги, вот так вот с народом общается, даже может пошутить, что вы мне боитесь, не расстреляя вас, не бойтесь. Ага. Вот, то есть отношение как скоту к рабам тут у него... Ну, именно. Но он чем хорош, он хотя бы этого не скрывает, на самом деле. Не скрывает абсолютно. у остальных... Это самое, если женщины перестанут рожать, где я им об рабочих возьму, ну, как на негрофермах после британского запрета на трансно-плантическую негроторговлю, вот примерно такие рожения. Вот. И, значит, эти налоги на самом-то деле идут... Ну, что-то на дороге может быть остается, но у ОМОНовцев, которые ломают кости в воскресенье, основной. Да, они за сутки получают 800 тысяч долларов. На самом деле... На фоне зарплат, о которых я говорил недавно. Поправь меня, если я не прав, но я считаю, что вот именно в Белоруссии экономика устроена так, что она как бы экономика все-таки трубы. И что вот на этой трубе, которая проходит из России, на ней этот режим и держится, с нее получает. И этим же субсидируют абсолютно ненужные убыточные предприятия. То есть все вот эти вот... Вот как бы... И это большинство жителей Белоруссии абсолютно устраивало до последнего момента, пока им пайку не урезали. То есть это не есть то государство... На самом деле Лукашенко мог бы создать какой-то типа мини-кувейта. Всего-то 9 миллионов. И если вот, например, на вот этих вот... Что в этом случае государство, наоборот, могло бы чуть давать за лояльность. То есть... Лукашенко мог бы сделать безусловный базовый доход легко. Да-да. Он мог бы построить что-то такое, но ему не давало, наверное, этого. Это его прошлое политрука и председателя колхоза. То есть он такими категориями не мыслил. Ему нужно, чтобы... Смотрит из окна, если он не видит баб в поле уже вверху, кверху, то есть... Как, например, да, что солдата отправляют подметать ломом плац, и он говорит, что подметать ломом плац, это же, говорит, но задача не в том, чтобы ты подмел, а в том, чтобы ты устал. Вот. То есть... И у него именно такое отношение, поэтому Беларусь это очень, конечно, такой реликтовый образец, очень печальный, к сожалению, вот такой. Но это мы переходим уже совсем в государственную управление. Да, здесь хочу просто как бы вот эту тему еще про нее сказать. А, но это вот преступление как неуплата налогов, да, вот такое есть преступление. Я еще хотел сказать про экономику просто. Мы затронули, что на самом деле белорусская экономика емкнулась в тринадцатом году. Недавно, а еще в тринадцатом году. Ну, понятно. Я думаю, раньше. Преступление неуплата налогов. Совершенно верно. Так это не преступление. Это доблесть. Если налоги идут на преступные цели, как на зарплату омолицам, которые своим же гражданам кости ломают, буквально кости ломают, не преувеличение. Ну, да. Вот. То долг, почетная обязанность каждого гражданина не платить эти налоги. Ну, именно. Вот. Ну, так же... Возвращаясь к Библии. К Библии. К Библии еще. Это же давняя история. У Христа спросили, как он относится к уплате налогов. Кесареву, Кесареву. Да, да. Почему он так ответил? Почему он так ответил? Потому что на монете было изображение Кесаря. Да. Потому что еще... Еще не только поэтому. Потому что рядом стоял доносчик. А то он не донес, если бы он сказал что-нибудь другое. А неуплата налогов или призыв к неуплате налогов в те времена был очень большим преступлением. Но это оскорбление Кесаря, да, там могло что-то такое быть. Нет, не оскорбление Кесаря, а призыв к неуплате налогов. Это такое же было страшное преступление как при Хрущеве продажа долларов. Ну, да, ну вот оно стало при нем страшным, да, потому что как бы он же сказал что судей таких надо судить. И вот опять же, да, государство когда ему нужно оно не соблюдает никаких законов. Вот как гражданам там горе вам подданы как этот блин, я забыл фамилии этих валютчиков расстрелянных, но неважно, но он же говорил, ну как это может быть? Я же всегда знал, что по уголовному кодексу мне положено максимум шесть лет. За что вы типа меня расстреливаете и тому подобное, что и вот. Нет, взяли, дали обратный ход закону. то есть когда государству нужно, когда, или вот недавно было это 75-летие о Нюрнбергском трибунале, да, там судили реальных людоедов, но тем не менее этот суд был незаконный. Он имел в себе обратную силу закона. То есть можно было найти то, что в чем было нарушение реально существующих законов. То есть, ну вот, узурпация власти Гитлером была, то есть развязывание войны и так далее. Но те, которые они ввели законы для судьбы Нюрнбергского процесса, он вообще не имел, как бы, не правосуден в сути своей. И как раз получается, что повесили весьма законопослушных граждан. Ну, нет. Знаешь, почему? Все-таки они узурпировали власть. Ну вот, в отношении в Германии они совершили преступление. Ну, Геринг, он участвовал в узурпации? Да. А вся эта... Да, да, да. Ну, и Гесс, он же какое-то время вот этот рабочий фронт и прочее. Ну, то есть, было у них именно... За это можно было и всю советскую верхушку смело расстрелять. То есть, да. И если брать и Рузвельт в то время, он... То есть, ты же знаешь, у англосаксов у них традиции имеют степень закона. То есть, у них не было закона тогда, что не больше двух сроков. Но это была традиция еще первых президентов, что больше двух сроков никто не шел. Ее никто особо не нарушал. Тоже пытался не Франклин, а Теодор Рузвельт. Тогда расколол республиканскую партию пойти на третий срок. но не стал. А вот этот вот Франклин Рузвельт, он сумел как бы и на третий, и на четвертый срок. Вот он пытался стать тираном реально. То есть, да вообще везде, если государству нужно нарушить законы, это не есть договор. Вот все говорят, законы это договор обывателя, например, с государством, что государство дает ему право на это, на то, на это. Он соблюдает их и не попадает в подкарательные эти вещи. Это совершенно так не работает. Вот у меня есть дом в Москве в Переделкине. Я там выкупил роднее их доли. И рядом жил такой полубомж, ныне помер, тоже мне дальним родственникам приходился. Но он как бы огородик у него был и от нас он запитывался электричеством и у него получалось в красной зоне железной дороги его огородик, он там построил домик и тоже жил. Это прямо на границе получалось Москвы, Московской области сейчас уже все Москва. И его особо не трогали. Ну, то есть если государству понадобится это место, оно его заберет. Он там нелегально проживает. Но если государству потребуется мой дом, который оформлен до 24-го года такая типа документов, то все равно оно заберет у меня абсолютно точно. Так же легко, как у твоего родственника. Да, как у этого Виктора его звали. Виктора, да. Виктор, да, Рубкин. Вот. Ну, и вот он как бы он там свою в Одинцове квартиру сдавал, а жил на этой. Вот, когда я уже здесь жил, то он помер. И ладно. Ну, вот он по крайней мере он действительно вот он жил как хотел. Вот он ему говорили, что ты делаешь? Ему там пару раз приклеивали, что уберите свое строение. Но он отлично понимал, что пока это конкретно не понадобится кому-то, его никто отсюда не сметет. И даже как бы потом он подключился напрямую. А, не так произошло. У нас проводили новую линию электрическую и электрики смотрели, как цеплять. И увидев, что у него прицеплено так, они ему бросили прямо со столба. Ну, сочтая его строение законным, ванули. И я платил за электричество, а он не платил, потому что у него это все было без никаких. то есть люди, которые, все запреты, они работают против закона послушных людей. Вот это реально так. То есть люди, которые, что же вот касается преступников, закоренелых, я все-таки в СИЗО провел год и видел разных, и я сто уголовных дел прочел. я хочу сказать, что преступники в большинстве своем очень тупые люди. Они невероятно глупые, идут, и поэтому у них вероятно нет оценки риска. Потому что когда я смотрел на людей, которые там творили, не пойми что, из-за каких-то копеек, я думал, ну, если бы нормальному человеку дать такую дерзость, то он реально банк возьмет на несколько миллионов или там провернет какое-то дело, а они там из-за пары телефонов со склада или еще чего-нибудь такое делали, а то из-за ящика водки. И у них как бы, ну, я считаю, что это лобные доли поражены, они отвечают за логическое мышление, за эмпатию, за очень много что. И по мне, нормальным людям законы-то, в общем-то, особо не нужны как у Канта, что закон внутри нас. То есть мы вполне можем понять, что такое есть хорошо, что такое плохо, и в обществе, вот, где будет работать, например, даже убийство за любое преступление, там, за, то есть, вот, не за преднамеренное или изгнание из этого общества, ну, то есть, несчастный случай, это одно, да, там, а вот преднамеренное убийство, кража, если оно будет караться либо изгнанием, либо убийством, то чисто в генетическом плане это преступление сократит до абсолютного минимума. Ну, и в самом обществе, то есть, по мне, людям надо понимать, что основное зло — это государство. Даже вот это множество... ты сказал, смотри, вот ты даже сказал вот сейчас, что государство дает какие-то права, но на самом деле было все наоборот. Оно отбирало, конечно. Отбирало права, то есть, изначально у человека, вот, ну, у дикого человека, у него все права. Вот, потом государство отбирает права, но не все, а вот те, которые оно позабыло забрать, мы сейчас называем «Оно нам дало». Ну, да, это подмена понятия. Извините, перебью. Не-не-не, это ты прав, это даже надо сказать, что вот это подмена понятия. Вот то, что я касался, например, до этого позднего неолита на территории Московской области, что люди, те, которые жили и видели, что на них наступает аграрная общество и уже какие-то торговые дела с ними вели, они, то есть, это вот, например, четыре тысячи лет назад в Подмосковье росли буковые и дубовые леса, то есть, был климат теплее. И вот осетры эти во всех ручьях, гресок-то не было, но они видели жизнь этого аграрного общества, и они нисколько им не завидовали. То есть, они видели, что им приходится пахать, и они не переходили к аграрному обществу. И что-то отдавать князю какому-то по людям. Даже не в этом плане, даже если ты просто живешь на участке, возделываешь его, и ешь вот эти одни злаки, и какую-то скотину откармливаешь, то ты живешь не так долго, на самом деле, как у этих. И у них же в то время эпидемии за счет скучности, скучности, да, именно. И плох выживаемости, и прочее. И вот у этих-то. И они не переходили, эти люди, к этому обществу, и до сих пор вот эти вот, кто жили на территории Москвы, Московской области, это предки нынешних саамов, что живут сейчас на самом севере Кольского, и в Норвегии, чуть много в Финляндии, вот их еще называют лапланцы, а русское название их лапари, вот, и тем не менее они не вымерли, они, ну, они перешли к скотоводству в какой-то мере, но все равно охота и рыбалка у них имеет большое значение, как там сбор яиц какой-нибудь, и до сих пор вот, ну, они немногочисленны, и у них тоже не создалось государство такое, но тем не менее они же не вскатились в какой-то беспредел по отношению друг к другу, и даже по отношению к соседям, они же, то есть, нам долго именно внушают, что без государства мы не справимся, что вот, да, и приводят нам всегда в пример каких-нибудь дикарей, где вот постоянно, а тут все больше зависит все-таки от генетики, вот, ну, лапланцы убивают друг друга по пьянке часто, вот это у них случается, но так-то это на фоне остальных, но они наиболее европейзированные из этих народов малых, северных, и наиболее развитые во всем даже в хозяйстве, вот, они в отличие от всех остальных оленеводов своих оленей дуют, то есть, они и сыр делают с оленевого молока, значимая часть финнов от них произошла, то есть, да, гены, они, да, они видны, потому что, ну, мне удобнее говорить про африканцев, потому что я на них смотрю со стороны, то есть, мне о белых неудобнее говорить, потому что, как бы, я внутри, вот, ну, да, значит, если посмотреть на африканцев, ну, вроде бы, как бы, все одинаковые, как будто, да, для нас? Не, ну, мы как люди образованные понимаем, что самое большое многообразие людей как раз в Африке, что генетическое, потому что это родина человечества. Да, там и разнообразие икариотное, и метакондриальное, там, да, да, одно разнообразие умножается на другое разнообразие, а произведение это еще, еще сильнее разнообразие, да, вот, но, что хотел сказать, что, вот, есть люди в Западной Африке, расслабленные, добродушные, пофигистые, а есть усы в Южной Африке. Вот, где я бы не хотел, не хотел бы темной ночью, не то, что я не хотел бы темной ночью пройти по диагонали Южную Африку, я и в полдень не хотел бы пройти по диагонали Южную Африку, а в Гамбии я конкретно, я хожу один темной ночью и не по сованию, а по столице, и я точно знаю, что мне ничего за это не будет. Я помню, когда аппаратит уже отменили в 90-х, у меня довольно много знакомых в Южную Африку мотается на трофейные охоты, но вот в 90-е годы, когда туда только поехали смотреть, как там Дин рассказывал, что в бегущего негра в городе сразу белые стреляют, потому что если он бежит, значит, он что-то сделал. И что, и не ошибаются никогда, да? Прочти никогда, да. Понятно. Но они из своих бунтустанов выбирались туда, в эти города, еще это не началось столь массово, и именно как они привыкли у себя там друг друга стащить и бежать, а те, которые уже городские, это именно заезжие. Ну, тем не менее, есть русские, у которых там даже охотничье хозяйство имеется тоже как-нибудь можно вообще. ты еще говорил о каком-то внутреннем стержне, который человеку дается генетически с рождения. Я не думаю, что он генетически дается, конечно же, я думаю, что это во многом воспитание все-таки, в семье, конечно. ты можешь своему сыну, дочке говорить все, что угодно, но если она видит, что ты ведешь себя не так, то она будет вести, как ты себя ведешь. Понимаешь, я встречал людей, выросших в интернете. Они как бы очень часто совершенно не приспособлены к жизни, то есть они не могут картошину почистить, даже вот, но среди них изначально как бы есть как сволочи, так и нет. То есть я думаю, что генетика имеет большое значение, но также важное воспитание. То есть некоторые просто не воспримут никакое воспитание, и они таковыми злодеями и будут. Это может быть даже возьмем не генетика, а там какое-нибудь пренатальное развитие, и дальше не так пошло. То есть по мне злодеи абсолютные это в любом случае какой-то брак в популяции. То есть убийства они случаются, они вынуждены там, то есть но когда человек любит убивать и идет на это, то есть или он ему нравится красть, это уже патология какая-то она именно в мозгу. Ну да, потому что по Дарвину это не способствует выживанию популяции, а все, что не способствует выживанию популяции. Ну да, да, Дарвин был не прав в этом плане, то есть все-таки единица в эволюции это ген. ну как бы куда интереснее пойти на эту тему Докинс написал там эгоистичный ген, вот эти вот все вещи, да. вот это все вот это вот вот это вот тело, вот этот вот да, это просто инструмент для выживания, да. Оболочка, оболочка сперматозоида. Нет, вот для чего создают, вот если, например, людей собрать группой на какой-то остров или даже в любой биотоп, то они в итоге поведут себя по двум сценариям. Либо они выберут себе вождя, который будет за все отвечать, либо они договорятся между собой и установят правила. То есть вот и второе реже. Это именно потому, что людям очень тяжело и трудно брать ответственность на себя. И объяснить им так, что так будет лучше, им это очень трудно. То есть вот есть люди, которые привыкают к тюрьме, например, да, и он выходит, и у него все воспоминания о ней. И в принципе это его там жизнь, его это там устраивает. Они даже романтичные воспоминания для него. Ну может быть, да. То есть если он с другом там опрокинет по 100 грамм, у него язык развяжется, и он будет даже с блаженной улыбкой все это рассказывать. Ну, понимаешь, я встречал разных людей, например, да, вот, среди преступников, берет он там кусок мореной деревяшки, которую с моря выбросило, и доставили на сезоне знаю, каким образом. Он берет заточенную чайную ложку и ставит перед собой пачку камел, и из этой деревяшки вырезает статуэтку верблюда, там, один к десяти, например, размером, просто смотря, не размечая ничем. То есть, человек явно с руками и отправляется на седьмую уходку. Это очень талантливый человек. И я спрашиваю, да, я спрашиваю, тебе что вообще, ну, как бы, тебе что сидеть нравится, что ли, или что? Неужели ты не мог найти себе там на воле, чтобы этим чем-то зарабатывать? Ну, вот он, нет, ему, но там он, да, он на кустарке, он режет нарды, там он востребован, и он чувствует себя человеком. А когда он выходит, он не чувствует. Но это изуродованный человек. В какой момент, тут уже не понять по нему. Но очень многие такие изуродованы с детства. Вот. Но другое дело, что для них законы-то они не важны. То есть, вот все эти законы, которые существуют, которые якобы должны защищать законы послушных обывателей от злодеев, они на злодеев абсолютно не действуют. Тем более, вот эти тюрьмы. Тогда вот еще вспоминаю тот закон, который мне не нравится, против которого я категорически, это запрет оружия. А, ну да, это вообще как бы, понимаешь, смотри, даже как бы человек может себе целый арсенал дома хранить и не пользоваться ничем. Это же его личное право, это его личная собственность. Это проистекает просто из того, что и человек имеет право владеть. То есть, как это, изнасиловать, типа, ты планировал изнасиловать, почему? Потому что у тебя инструмент есть. Да, вот. Так и тут. Если у тебя лежит дома автомат, да, пулемет, гранатомет, да хоть что, пока ты с ним не идешь на реальное преступление, пока ты не отбираешь это у кого-то, и даже если оно у тебя на плече висит и ты ходишь с ним, это никого не должно касаться, пока ты не нарушил чьи-то интересы. Ну да, я же могу в принципе в ножнах носить по улице, это же не значит, что я им обязательно кого-то зарублю. Именно. То есть, ну, я вообще говорю, я очень мало вижу законов, за которые я бы выступал однозначно за. То есть, вот, там, кто-то, есть у нас там и закопание могил, вот, что касалось меня очень часто, это незаконная охота. По мне, так, государство, то есть, все как бы направлено на сохранение каких-то видов, якобы, биоразнообразия. Но, все это абсолютная чушь. Вот это очень интересно, можешь поподробнее? Ну, вот смотри, например, ловят соколов для шейхов на продажу, ловят их там, ну, допустим, рынок где-то порядка 15 тысяч птиц в год, потом их отпускают и следующий, ну, может больше, может быть 25. Но, во-первых, вот ловят только молодую птицу, которая в большинстве своем, ее ловят осенью, в большинстве своем она погибнет за зиму. 90 процентов, даже 95 процентов молодой птицы за зиму погибнет. А, ну, какая разница-то? Да, именно. И при этом, например, да, что сейчас там... Это как это самое сейчас борется, что какая-то китайская труба, труба понизит уровень Байкала с крестной байкалой. Да, выращиваете внимание на эту, как его, на Василийск, какой там город, там ГЭС проходит. Ну, именно, Иркутск, ГРЭС, Иркутск ГРЭС, да, который на ГРЭС. это... Это... Там... Ну и что этих соколов, если они... Ну, именно, это самовозобновляемый биологический ресурс, и на нем можно зарабатывать. Если, например, поставить все нормально, можно там где-то, например, у них нету в чистой тундре гнездо, если им там поставить как тренингуляционные вышки или что-то, они... Их численность увеличится за счет этого. То есть, все это можно было бы делать, но у государства просто тут вариант два. Это передать этот поток кому-то одному, своему. Сейчас это там и Струтневских, и Звановских банды, насколько я знаю, я уже давно не в деле. Вот. И вообще, как бы, желание сократить всячески независимых от государства доходов, чтобы их не было. То есть, вот, чтобы люди не могли заработать, чтобы они зависели от государства всячески. Как это так-то там сто тысяч за сезон поднимешь, имея там сто тысяч баксов, я имею в виду, имея трех голубей и сетку. И как это так-то и с государством не поделишься, или вообще с чего это ты должен это получить? Ну... Ты что, ты генерал, что ли? Да, вот, да. Вот, если генерал, ему положено. Ну, да. Вот. И именно это не давать людям подняться, чтобы они бедными людьми управлять гораздо проще. И поток контролировать. То есть, У нас как, если народ думает в России, что вот если генерал, он должен быть богатым, а если не генерал богатый, с какой стати? Ну, я не против, я вообще против, конечно, того, чтобы генералы были вообще. Ну, это другая тема, да. Да, нет, но это интересно, тут как раз это коснулись, я встретил тут обывателя русского, и это для наших зрителей, который прожил в Эквадоре 9 лет, и он позиционирует себя как выходец из староверской семьи, оттуда из-за Байкали. Вот. И он вот такой ярый гомофоб. То есть, он говорит, возвращай, я думаю, вернуться в Россию, потому что там реально запретили педерастов. Вот, потому что это хорошо, а здесь в Эквадоре, когда ты считаешь... Вы к нему приставали сзади? Почему он так ярый? Не-не-не, слушай, я, ну, вот я его спрашиваю, я перескажу нашу всю беседу. Само собой я его спросил. Вот, я говорю, в чем проблема? Вот мне, допустим, мне неприятны гей-парады, я на них не смотрю, да, пока меня не заставляют в них участвовать, мне абсолютно на привате. Вот, пока меня не, там, как, когда там, когда вот начнут, да, как у вас, я говорю, мне важно, что, чтобы не было насилия, вот, ну, то есть, не спровоцированного. Пока насилия в отношении никого они не производят, пусть живут как хотят, хоть едят друг друга, завещают тела, его там коробят всего, и он говорит мне, ты не понимаешь, это и есть насилие. Мои дети будут видеть это и будут думать, что это нормально. Я говорю, ну, воспитывай своих детей. Ну, ты не понимаешь... Я видел гомоосеков, но... Не... Но... Но... Но они меня так и не перевоспитали. Ну, да, вот послушай, как это вообще, ну, вот, как это вот у людей такое укладывается, не пойму. Он говорит, ну, ты не понимаешь, не все люди могут уделить время воспитанию детей. Я тогда не понимаю, зачем они детей заводят. Ну, у него такие гипотетические... И потом он переходит к тому, что диктатура, это вообще правильно. И правильно, что людей надо ограничить всеми законами, чтобы они пахали только где-то там, на предприятии. То есть, я не понимаю, зачем он переехал в Эквадор 9 лет назад, и он недавно побывал в России. И он сказал, что дороги в России лучше... Чтобы работать вот на конкретном заводе, вот привязанном... Да ему лучше вообще в КНТР. Вот, да, да, да. Там вообще, там идеально. Совершенствует эта система. Причем, в России он был, вроде как, у него был свой все-таки автосервис. То есть, вот, и когда я сталкиваюсь с людьми криминального мышления, ну, не криминального, а именно вот тех, кто несколько сроков отсидел и прочее, они всегда ярые сторонники именно тирании. Вот, я очень редко встречал уголовников, которые бы говорили, что мы стали уголовниками, потому что нам не давали... Да, то есть, нет, ну, я встречал таких, но как редкость. То есть, с либеральными взглядами уголовники попадаются редко. То есть, им как бы... они потом не возвращаются, наверное, интеллекты позволяют не вернуться, не наступить еще раз на эти границы. но есть именно те, кто живут в преступном сообществе. Я же с теми тоже общался, и они как бы... среди них есть либералы. сообщества и могут вручить за кому-то посидеть. Ну, там редко такое на самом деле. Вот. Это... те, те, кто за кого-то сидят, это вообще самый низ. Их берут и не сообщество. Это он, можно же, бомжа какого-то. Им какая разница по большому счету. Многим. Да. Извини, я тебя прервал. Насчет либеральных уголовников. Уголовников. Ну да, то есть вот они... Почему уголовникам тоже важно, чтобы обыватели были ограничены максимально законами. Тогда они себя чувствуют сверхлюдьми. Ну, конечно. Мы дерьмо, а мы можем нарушать. Да. С точки зрения продажи оружия, вот, допустим, он... Ну да, да. Как он тогда будет отбирать сумочку у 56-летней дамы, если эта дама так же легко нажмет на курок, как и он? Ну, да, именно мало дама. Рядом кто-то проходящий. У нас люди на самом деле часто мечтают быть героями. Вот. А когда это будет норма вещей застрелить того, кто... Да, и в общем-то безнаказанного. Ну да, это конечно. Вот. Именно что сейчас законы, они больше работают на уголовный мир. Да, у них есть оружие, а у людей нет оружия. Нет, даже не это, даже вот то, что к тебе залезли, ты их отстрелял, ты сел. Они под защитой закона. Ты, нет, тебя утащили, и далее сама вот эта система наказаний, она рекрутирует именно преступный мир. То есть, это действительно школа преступности. Это реально все эти кустарки, где там изготовляются орудия для преступлений от отмычки какой-нибудь, офомки и в некоторых даже как раз огнестрельное оружие изготовляется, но очень немногих. вот. И, как бы говорю, что... Ветеранов. Да, сейчас запустится. А, вот. И именно, что вот у моего деда было... Да, включилась. У моего деда было шесть братьев, все воевали, двое погибло, один был в плену, и в общем-то героически вели себя все, и я им тоже это в заслугу не ставлю, потому что этот сталинский режим сгнаил их отца в лагерях. То есть и весьма в пожилом возрасте, то есть на момент он был 1865 года рождения, а его повязали и в Печерла, как отправили в 1937-м. То есть это уже там 70-летний старик был отправлен на каторжные работы. И в общем-то тоже как бы они себя не связывали, то есть они не связывали власть, за которую они бились, а по сути-то дело они бились за сохранение режима, потому что им, как бы русским подмосковным крестьянам, колхозникам, какая разница, кто на них оккупационный режим, Гитлер или Сталин, в принципе, особо не евреи же, да. Да, не цыгане, не евреи, и как бы все это, вот. Тем более, я думаю, что на этих землях, в общем, не суть как важно. Главное, что вот такова, таково лицо именно законопослушных людей, что они будут умирать за того людоеда, который над ними стоит. если им чуть подвести пропаганду и так далее. И по поводу ветеранов, что среди них люди абсолютно разные, но долго смогут прожить в этом мире только абсолютные сволочи среди них. Вот, который на Навального накатал, он как раз числился партизаном в белорусских лесах, самогонным аппаратом заведовал. Он как-то, я покопался в его биографии, нет, я покопал в свою биографию, оказывается, он когда-то был на передаче давным-давно, лет 30 назад, наверное, он, ну, может, 25, может, 30, был на передаче этой, как его, «Поле чудес», и он свою биографию рассказывал о том, что он гнал самогонку для бойцов и этим, как бы, и в этом его должности состоял. А потом, да, он был картинкой ветераном вместе с аппаратом. Да, да, вот, а сейчас оно как бы всплывает вот по тем же открытым архивам, частично литовским, частично, если у вас в Белоруссии откроют архивы, это будет интересно, что то, что эти партизаны творили, так это все остальное отдыхает, вместе взятые. ну, и суть как важно, но главное, что вот, для людей слепили героев, и как их можно, типа, оскорбить, и да, и вот снова, они тогда служили режиму, и теперь нынешнему служат, но как это, блин, Валентина Терешкова, там, Королев тогда сказал, что бабу вообще больше в космос не отправят. у меня вот недалеко от моей московской дачи находится пионерлагерь Валентина, куда она время от времени приезжала, я ее в детстве помню, то есть она приезжала, у нее тогда было такое злобное и страшное лицо, когда ее в упор, видишь, то есть есть люди, которые вызывают антипатию одним своим видом, то есть что-то в ней такое, я не понимаю, как ее могли, но неужели они не могли какую-нибудь, или им надо обязательно было ткачиху в космос запустить, но мы далеко ушли от подзаконов, ну нет, им нужно была женщина-пролетарий, ну классический пролетарий, женщина-пролетарий симпатичная девушка, может быть, улыбчивая, ну да, можно же было в Иваново найти какую-нибудь другую ткачиху, там много красивых девушек, там как раз территория пересечения генов разных, западных, восточных, южных, северных, там метисок очень много красивых. Ну, вероятно, то есть я не понимаю, почему выдернули именно ее, и там, ну вот видишь, ошибка допущенная тогда, она отразилась и сейчас, то есть она тогда была картинкой того, и сейчас вот именно такой ужас. Ну, я думаю, нашли бы, всегда сволочь, можно найти. Но, что я хочу сказать в плюс нашему народу на самом деле, что вот говорят, что хоть он довольно законопослушный, белорусы-то вообще не могу понять, как так можно быть до такого невероятия, по-моему, их можно в очередь в кремонтуре построить, вот так они не сопротивляются властью. Вот если судить вот по этим протестам, которые уже, да, которые воспоминали сто дней, да, сто дней тебе такого терпилого, что... Вот именно, что как бы, наверное, детям надо вот с рождения объяснять, что взрослые бывают неправы, а что государство, оно почти всегда неправо. Ну, кстати, есть, есть, подвижки, вот была одна единственная новость, ну, я сразу хочу сказать, что, естественно, я осуждаю, решительно осуждаю то, о чем я сейчас хочу сказать, что два или три дня назад в Гомеле сожгли машину милиционера правоохранительных органов. Ну, какого уровня, да, машину же, а не милиционера, это же еще, это совсем не показалось. Ничего не хватало бы, вот, безусловно, и сожжение машины, это акт терроризма, который я решительно осуждаю. Откуда мы знаем, может быть, это ему сослуживцы, под шумюху как раз заходили? Нет, 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 дело в том, что его координаты, его реквизиты были выставлены на специальном сайте, посвященному как раз, ну, да, то есть, скорее всего, он участвовал или в задержаниях, или в избиениях к оппозиционеру. Ну, когда я такое слышу, например, я чаще всего всегда считаю, что против ментов преступления совершают сами менты, и сейчас это просто удачный момент, кто-то из сослуживцев, кому он дорогу перешел, увидел, о, он обозначен, можно сжечь и свалить на этих. Да, свалить на этих, которыми руководят литовцы. Да. Именно. Почему нет? Это же, по-моему, Богомолова в этом как раз в провойненном романе «Момент истины», что говорит, если, говорит, человеку надо спрятать лист, то он сажает лес, а если надо спрятать труп, то он посылает полк в атаку, да. И по-русски. Он сказал, вы слышите салют? Вот сейчас кто-то кого-то убьет выстрелом. Ну, ну да, то есть, это удачный момент для внутренних разборок у них, и я удивлен, я вообще удивлен больше всего вашей армии, вот, что они, как бы, сейчас, я сам полосатый, да, ну, понятно, нет, ну, я говорю, удивлен вашей, ты житель Белоруссии, я могу, да, ты же можешь сказать про Эквадор, рассказать мне ваше, например, что-то, у нас тут троцкисты берут власть в Перу, вот, тоже, как бы, возьмут, они ее абсолютно незаконно, и потом установят законы, удобно для себя. Я думаю, что надо будет нам сделать специальный, ну, не такой длинный стрим, как вот этот наш, первый или второй, коротенький стрим будет, потому что мыслей будет немного, нам нужно будет обсудить сразу Наполеона. Нам будет просто время засечь. Наполеона надо будет нам обсудить, фразу Наполеона, кто не кормит свою армию, будет кормить чужую. Я боюсь, что кто кормит свою армию, сначала будет кормить свою армию, а потом будет кормить чужую. Ну, Наполеон не мог быть объективным. Да, потому он был заинтересован. Он был армейцем от начала до конца. Может быть, он считал это, потому что он все-таки был корсиканцем и потомком тех, кто за независимость в Парсике бился. И в итоге как бы... Я предлагаю тему российской армии перенести в следующий третий. Да, туда, ясно. Ладно, давай поговорим о законах. Потому что белорусская армия бьет свой народ. Вот везде и всюду. Белорусская армия вроде особо не участвует, только внутренние войска. Да, армию он еще не запятнал кровью. Они только занимались такой ерундой, как охранять... Вот мне непонятно, потому что в принципе... Охранение домов и памятники в Минске. Неужели у вас своего там Наполеона и Пиночета нигде нет? Неужели нет ни одного полковника, которому бы хотелось рискнуть и стать героем на времена? То есть в принципе-то у вас там... Ну, не понимаю. Это говорит о том, что... Очень законопослушные эти белорусы. А я думаю, что это скорее всего отрицательный отбор в армии. То есть туда не идут люди с амбициями у вас. Они... Вообще, идти даже в министерство с амбициями трудно человеку, потому что все говорят, Лукашенко, вы. А он всем говорит, ты говной дурак. Вот. Буквально. А я, кстати, пообщался с одним вашим дипломатом в сети. Даже не с одним, а с двумя бывшими, которые отказались от своих должностей. Один в Швейцарии, другой в Аргентине. А, в Аргентине, да, слышал этот случай. И в Швейцарии молодой там такой Павел. Он у меня в друзьях в ФСБ. А у меня же в ФСБ нет. Ну, неважно. И при этом этот из Швейцарии вернулся в Минск. То есть подал отставку и вернулся в Минск. Он на свободе еще? Да, еще на свободе. Слушай, знаешь, мы еще о чем это самое не поговорили. О примерах... Мы с тобой договаривались раньше, да? О законах. О примерах ужасов известств, которые... О исторических примерах, которые творили законопослушные граждане. Ну, по большому счету, они все, которые в масштаб государства, все эти зверства, они были по закону. То есть это же... Но какие самые большие зверства? Это, по мне, так изъятие продовольствия, когда обрекают людей на голод. Даже все эти концлагеря и тому подобное, это не так. Или как вот... Что? Брать даже отступление Кутузовской армии тогда, то есть она еще не Барклая-де-Толе, было отступление, как раз коснулись Наполеона, российской армии перед Наполеоном до Смоленской оставлять за собой выжженную землю, куда большее преступление, чем просто уничтожать людей, по какому-то расовому обрекать обывателей случайных на смерть голодную. Это же... И это не отражено, это замалчивается, а потом это превращается в геройство путем пропаганды какой-нибудь. Ну, тут ужасно, наверное, вспомнить зону Космодемьянскую. О, вот дальняя дача у меня как раз расположена недалеко от места ее действий. Это ужас реально. Ну, то есть мы коснулись... Но это же тоже тактика выжженной земли. То есть вот сжечь все, гони немца на мороз, но то, что там остаются местные крестьяне, их как бы не существует вовсе. То есть, ну, это отношение государства к скотине именно. То есть вот пастуха к скотине. Если выгодно, если меня... Пусть они не достанутся другому пастуху, но я их уничтожу. Это именно такой вариант. И действие государства, оно логично в этом случае. Но мне нелогично, мне непонятно, вот восторг этих баранов, которые говорят, о, там, типа, буратины будут сраться и молиться на пилу. Да, вот именно в таком плане, что... То есть, и при этом, да, вот они говорят, нет, ты что, с народом иначе нельзя. Я говорю всегда, говори за себя. Ну, если тебе нужна оплётка, если тебе нужен... Нет, мне не нужен, но ты посмотри вокруг скоты. И... А что делает из этих людей скотов вопрос? Это именно сама система, которая вот так и сделала. То есть вот... Зверства, они как раз всегда будут. Но вот этот масочный нынешний режим, это тоже зверство. Завтра же, если скажут, что будем расстреливать всех, кто без масок, без новых масок, народ этого тоже стерпит. Ну, ещё зверство по отношению к тем, у кого бизнес. Вот, меня этот карантин, он... У меня московский бизнес есть. Он мне разорил всё окончательно. Это печально. Я, к сожалению, многих знаю и в Штатах, и тоже вот всё это как-то... Да, и вот именно, что ты можешь созидать всю жизнь, и потом кто-то из чиновников решит, и раз, кого ты и не выбирал. И одномоментно лишит тебя всего. И ещё под соусом, как это у нас всегда в советских газетах писалось, в интересах подавляющего большинства населения. Вот я помню, эта фраза была, когда отменили... По требованиям трудящихся ещё, такая формулировочка. Да, ну нет, а эта фраза была в интересах подавляющего большинства населения, была тогда, когда полтинники со стольниками отменили. Вот в этом указе в «Известиях». А у меня где-то она валялась именно в интересах подавляющего большинства. Вот когда что-то такое звучит, это всегда готовьтесь к тому, что вас будут либо грабить, либо убивать. Я очень тебе сочувствую. Я знаю, что такое бизнес потерять. И это реально... А когда у тебя ещё кто-то там в нём работает? Ну, в общем, вот в России и в Белоруссии это всё запущено гораздо хуже отношения к государству, потому что, да, у нас государство именно отношение как к строгому отцу. Пусть оно карает иногда, пусть по ошибке, хотя я вижу иногда в русских именно много от либертарианства в плане того, что мы всегда говорим «они» и «мы». То есть вот что же они делают? И я вот хочу, чтобы в русских именно это и победило. И что делает интеллигенция, например, что она тоже опорачивает всегда народ. Например, про выдуманную абсолютно вещь, про миллионы доносов во время Сталина. Это как бы литературная вещь, сказанная Довлатовым, не имея под собой никакого обоснования. Она прижилась настолько, как будто это исторический факт. На самом деле доносы были редки. И всё-таки нашей культуре это не свойственно. Ну вот я слышал, значит, такую информацию, что вот строили канал. Беломор-канал. И просто вот на этой стройке, в этом лагере, в этом лагере этого канала, просто не хватило там бухгалтеров. Ну, значит, и пошли грести бухгалтеров по стране. Вот и всё. То есть чисто экономически. Я вполне допускаю это, да. Ну, то есть вот был же... Дело в том, что о ГУЛАГе можно как бы-то отдельно вообще поговорить. Но к общему... То есть вот основатель ГУЛАГа был такой... Доносов не было. Просто гребли бухгалтеров. Потому что вот их нужно... Просто их не хватало и всё. Да просто, да. Просто план давался настолько-то. Так не требовалось... То есть системе не требовалось, чтобы кого-то закрыть. Не нужен был никакой донос. Просто создавалось само по себе. То есть это проводилось оператив... Тем более, сколько было этих оперативников. Сколько они работали, там, допрашивали. Это всё не... То есть человек себя оговаривал сам легко. Под молотками и под всем. Это несложно. Это самое. Один зуб выбили, и всё, что хочешь, подтвердишь. Ну, вот мне два зуба на пильником спилили. Вот. Я как-то услышал, у меня прямо сейчас очко жалость, если честно. Когда они от меня поцарапывались, я сказал, что я болен спидом. И они отстали. Этих... Самих затрясло. Я думаю, они продолжили меня пытать, но... Вот это самое. Я сейчас спросил о примерах исторических ужасов, которые совершали законопослушными людьми. Вот я вспомнил, что в 1937 году в Германии было 400 мулатиков, детей. Где-то в этом районе. И как раз в 1936 году, по-моему, в конце 1936 года, был принят закон о чистоте расы. И... И что, их усыпили, что ли, истребили? Истребили, да. То есть, вот, был закон. Люди посчитали, что это закон вполне себе справедливый, и просто его исполнили. И, ну, ты говоришь про такое одиозное государство, да, как Третье Рейх, а на самом деле... Ну, оно одиозное. Да, но на самом деле всё это было... А законы? В то же время это было... Просто исполнение законов послушных людьми. Нет, ну смотри, обыватели подумают, что это вот такое, ну, как бы, исключение. Но такие же подобные законы в это же время были и в Швеции, и в Канаде. И куда более, в больших масштабах. То есть, к этому можно спорно, там, относиться, вот, в плане того, генетических заболеваний, например, да? То есть, на тот момент, кто его знает... Ну, принадлежность к чёрной расе, это уже не генетический... Нет, но, ну, ну, то есть, они шли и по этому пути. То есть, в Швеции, насколько я понимаю, там они по IQ вообще хотели стерилизовать всех. А-а. Да, то есть, IQ-тест, который не является на самом деле чем-то абсолютным мерилом, да? У тебя, кстати, сколько? Да, конечно, была... Ты мерил? А, я никогда не проходил. У меня никогда не проходил. Я мерил. У меня оказалось... Я... Девяносто... Девяносто два. Вот. Это не очень много. А. Да, я слышал, что такой был у Джорджа Буша-младшего, и его за это называли туповатым, что... А, ну, ну... Хотя он же летчик поездный. Дорогие наши зрители, все, что я говорю на этом стриме и все, что я говорю в своих роликах на Ютубе, пожалуйста, проверяйте. У меня всего 92. Да, ну, я просто не считаю это достойным инструментом. То есть, как бы, и как-то у меня было, по-моему, любопытство, но он же очень долгий еще, и нудный этот, и когда я его запустил, потом я забил на него, не стал проходить. Вот. Я просто знаю, что в детстве у меня были способности к математике значительно выше среднего, а потом она мне надоела. То есть, я Олимпиады выигрывал, а потом это причем в таких ранних классах, в четвертый, вятый класс. А потом вовсе стало скучным. Вот. Когда ты... А, извини, ты не договорил, я тебя перебил. Да. Алимпиады. Да, и это я хотел сказать нам, что по этому поводу это все-таки генетически, потому что, когда я пришел к отцу, похвастаться, нам сказал, то когда я ему эти задачи рассказал, он сказал на них ответы тут же. То есть... он проворачивал в уме эти вычисления все и как бы... То есть, у тебя эволюция по Дарвину идет на твоем примере вниз, да? Ну, просто мне не пригодились эти свойства, они и не развились. Но, да, я хуже считаю, чем мой отец. Наверное, в моем... Когда в юности он считал гораздо лучше. Он... В моем случае, значит, что тебе сказать? Эволюция точно идет вниз. То есть, я вырожденец сам настоящий. Потому что мама у меня была начальником отдела на одном оборонном предприятии. И она среди коллег считалась самой умной. Ясно. Вообще. И еще я сильно слабее своего отца физически. Вот. А скажи, пожалуйста, вот, да, возвращаемся к законам. Когда ты вот примерно... Когда ты примерно осознал, что законопослушность не является добродетелью? О, это очень рано произошло. Потому что, как бы, я пришел в зообизнес очень рано. То есть, в 11 лет я стал ловить тритонов, продавать их в оперативный зоомагазин. И, например, даже черепах уже, как бы, партиями меня привозили крупными. Я их продавал более мелкими, что в то время уже была спекуляция. И даже я, может, тебе говорил, у меня, у двоюродной сестра бабушки, она гражданка Польши. Она вышла замуж еще до войны за поляк, воевала с ним в армии краев потом какое-то время. А потом ее... Она три года отбыла в их лагерях, после ее реабилитировали. Она даже с Юрузельским лично встречалась, он ручал ей награды. Тем не менее, на ту свою военную пенсию она в Польше нормально жить не могла и занималась элементарной спекуляцией. То есть она могла три раза в год приезжать к нам и привозить оттуда шмотки польские. А от нас она увозила вещи в Турцию. И когда я это все осознал, мне было вообще четыре года. И я знал, что это все, в принципе, не соответствует законам, что это нарушает законы там-то или там-то. И тем не менее, я знал, что вот есть райком Гагаринского района Москвы и горком города Солнцево в то время, который потом стал районом. И что среднее звено даже этих управленцев одни заказывали через мою мать, ее тетки, соответственно, шматье, которое они купили. Ну, то есть не то, что официальные, например, какие-нибудь спортивные костюмы и прочее, прочее. Вот. То есть без этого они не могли себе добыть нормальные шмотки. И я видел, что закон это нарушает. Но как бы я видел также эту пропаганду, которая шла, что достоин лишь человек труда. А труд подразумевалось тогда, это когда ты потеешь именно, да. То есть задача твоя, чтобы ты устал. Вот. И поэтому я очень рано понял, что законы часто неправильные, не... Вот. А самые вот... Сейчас у меня там спор в сети по поводу недавнего убийства в Питере, где вот антимасочник и масочник этот масочник в лицо его ударил, а тот его зарезал. интересная история. И, понимаешь, я... Да. И я полностью на стороне вот этого убийцы. Потому что... Ну, как так можно? Вот в Эквадоре за это бы застрелили точно, потому что здесь честь высока очень сильно. В соседней Колумбии могут застрелить за то, что ты не поздоровался. Вежливость, она тут такая. Ну, это традиция. Но тут реально человека оскорбили действием при его женщине. Как ему иначе это поступать? Я не понимаю тех, кто его осуждает. Понятно, что он сядет там. Можно его осуждать только в плане того, что ж ты, бедолага, наделал. Лучше там три минуты трусом побыть, чем потом десять лет сидеть. Ну, если вот именно исходить из этих только категорий, что ты соблюдаешь закон и унижение терпишь из-за трусости, ну, ладно, то есть из-за опасения. Ну, это выбор каждого. Конечно, зная наперед, очень немногие, я думаю, и он бы, наверное, сдержался бы. Но, по большому счету, он прав. Но она на него так, его подруга посмотрела, что он... Чего? Ну, его подруга на него, наверное, так посмотрела, что он, как мужчина, предпочел его сесть. Там... Нет, там было такое именно, что она висла на нем, если видео видел, она висла на нем, она его не пускала разбираться с этим. И эта тварь в маске, видя, что на нем виснет его баба, он ударил перед закрытием двери и побежал к двери. То есть он именно такую еще подлость сделал, что виноватой будет... И я, насколько знаю, и задержали его женщину сейчас, и она в числе задержанных тоже. Ну, что, вот государство приучает вас к тому, что вы... Ваша честь, ваша неприкосновенность ничего не значит. А у меня, знаешь, как эта вот мысль зародилась довольно в позднем возрасте уже, наверное, мне уже за 40 было, когда я узнал, что в Бразилии до 1888 года был такой закон, что раб, который сбежал своего хозяина, является уголовным преступником, а именно вором, потому что он украл раба самого себя. Я просто посмотрел на эту историю с точки зрения раба и понял, что законы бывают не просто несправедливы, а совершенно гнусные какие-то совершенно. Вот. Ну, что, давай тогда что? Как в противоречии... Да, давай остановимся, попрощаемся со всеми. Наверное, нужно какую-то моральку какую-то под конец. То есть сказка была в нашем исполнении, да. А у сказки должна быть моралька. Пусть каждый... я... У нас, правда, с этого и началось, что законы не всегда верны и не всегда правильны, а по мне, так они по большей части неверны, несправедливы и неправильны. И если вы... Надо бороться с установкой, которую нам дали еще в школе, что законопослушность это хорошо. Наверное, это надо прежде всего побеждать именно в своем мозгу. В себе выдавливать вот это... В тебя это вдавили, а ты давай выдавливай им обратно. Берите свое... Ну, именно, да. Не нужно. Хотя бы... Если вы уж хоть не действует так, то хотя бы знаете, что это неправильно. И не утешать себя, что ты такой законопослушный. А если понимаешь, что ты исполняешь эти правила из-за трусости, ну, или из-за осторожности, как будет сказано, или просто из-за опасения, ну, это понятно, но это не есть доблесть и честь какая-то, да. Это просто твой конформизм. И, собственно говоря, ничего в этом больше нет. По мне, так доблесть любого заключенного и раба это как раз в победе и в сопротивлении. Если... Или в убийстве своего надзирателя. Ну, да. И в этом случае тоже как бы. Но... Вот. Все это, конечно, очень печально. И, к сожалению, я вижу, что в основном люди согласны быть. Самый злой враг свободы это сытый раб. Но другое дело, сколько времени он останется сытым. Ладно, было приятно с тобой пообщаться, нашим зрителям тоже. Всем пока. Всем пока.